Демонстрацию экрана. Сейчас. Да. Так, секундочку. Вот, я делаю демонстрацию экрана. На дом включает запись. Да. Мужки готовы, да. Все готово. Да. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наши колебные курсы. И сегодня мы разбираем главу, которая, значит, недельная глава называется «Мишпатим». В прошлых циклах мы разобрали 21-й параграф и 23-й параграф, а сегодня, естественно, образом рассматриваем 22-й параграф. Я хочу поделиться с вами маленькой рекомендацией, которую я неоднократно проверял на себе. Если у меня пропадает голос или, скажем, из-за насморка, говорю, в нос, или закашливаюсь, я берусь провести общественную молитву. И есть такая, что называется, скула. Это помогает, голос возвращается. Я могу объяснить это вполне материалистически, тем, что Всевышний слышит эту молитву, говорит, ну не дай Бог мне еще раз услышать, чтобы он вот так вот был молитв. в нормальном голосе. Это я к тому, что сегодня я взялся, несмотря на положительный результат теста на ковид, вот провести урок. Я надеюсь, что все будет нормально. Так, глава 22 книга «Шмот». Недельная глава называется «Мишпатим», что означает «Законный». И, значит, я, если я обнаружу, что мне тяжело самому читать, то я просто, так сказать, буду передавать очереди, а сам из очереди выйду. Но пока что я могу читать и начнем. А мы не все будем читать, вы по очереди? Те по очереди, конечно. Просто я, я как правильно начинаю. Но обычно говорят «Леди сперост». Но я иду первопроходцам. Так, правильно. Итак. Предупреждаю, что знаки припинания, особенно запятые, расставлены здесь чисто в ламтористике в этом сайте, а я уже ничего не исправляю. Перевожу. Значит, для тех, кто с нами впервые, это относится не только к присутствующим, но и к тем, кто будет смотреть нас в записи, слова, на которые следует обратить внимание, я выделяю желтым, слова, которые я вставил в словарик, отдельным файлом, зеленым. Два файла. То, что вы видите на экране, текст и файл словаря. Я ставлю заранее на нашу группу в Телеграм. Сегодня намного заранее не получилось, но, наверное, полчаса назад я их поставил. Всяком звучании можно там найти. Имба-Махтерет. Махтерет – это в современном иврите подполье. В том числе, например, и то, которое занималось изучением иврита в России в 80-х годах. Имба-Махтерет будет найден. Так, какой это беньян? Кто мне подскажет? Эфиль. Да, Эфиль. Немца. Немца – это, а, нефаль, да. Немца – это нефаль. Немца – это нефаль. Да, 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 да. Вот, представьте себе, будет найден, да. А корень какой? Ма-Махтерет – это альф. Ма-Махтерет он нашел, немца он был найден, он находится. Так, Аганав, понятное дело, вор. Ве-Гу-Ка. Может быть, вы не узнали это слово от слова мака. Побить. Да? И будет, и был, точнее, и, нет, именно так. И будет побит. Ва-Мет и умрет. Эйн лодомим нет на нем крови. Это имеется в виду, что тот, кто убил этого вора, не подлежит смертной казни. Скажите, это Минян-Пааль, вот это Ху-Ка. Ху-Ка – это… Нет, конечно же. Поби. Мака – это Пааль, а Ху-Ка – что это? Гу-Фаль. А, Гу-Фаль, точно. Гу-Фаль, да, да. Да, так, значит, это у нас Владимир, да, Владимир? Когда подойдет очередь, и вы сможете прочитать, пожалуйста, милости просим, сможете перевести еще лучше. Вот, если нужна помощь, я помогу. Если вы не беретесь, просто, значит, не включайте микрофон. Так, я передаю микрофон Анне. Прошу вас, Пааль. Не слышно. Не, у тебя… Включи, пожалуйста, микрофон. Прошу прощения, все, прошу прощения. Да, ва им зарха шэмеш алаф дамим ло шалэм и шалэм им эйн ло ва ним кар бигне вато. Бигне. Так, но если сияло над ним солнце, ну, видимо, над тем, кто украсть, полез украсть, кровь на нем, но это, видимо, на хозяине, на хозяине, видимо, который убил этого человека. Вот шалэм и шалэм, то есть, должен, а, вот хитрость совсем, да, мимо, должен платить, видимо, вор, опять-таки, заплатит, плату заплатит, а если нет у него, то немкар продадут его за украденное имя. Да, верно, точнее, будет продан за украденное им, да, за кражу его, совершенно верно. Я предупреждаю, наша задача не объяснить текст и не дать комментарии, хотя иногда я на это сбиваюсь, а понять, что написано, и разобраться, почему использовано это слово и в этой форме. Да, спасибо. Светлана, давайте гимн. Нет, давайте чуть поточнее. Им, гиммаце, тиммаце. Им, гиммаце, тимце, тиммаце. Хагнэван, мистор, ад, хамур, ад, сэм, хаим, шнаим, ешалэм. Светлана, здесь не очень сложно, давайте попробуем самостоятельно. Вот это вот двойное повторение, гиммаце, тиммаце, да, это усиление, и мы смотрим на второе слово. Тиммаце, она будет найдена, да. Итак, сначала. Если она будет найдена в руках его. В руках его, да. Кто именно? Гагнэйва. Гагнэв это вор? Ганав это вор, а гагнэйва это то, что украдено. По кражам. Гагнэйва? Ну, я не знаю, ми это приставка. Вот, начиная. А кто такой шор? Бык. Бык, конечно, бык, да. А хамур? Тоже живой. Асё. Асё, да. Так, и добавлен ад, цэ, асэ. Значит, пекун, до, это ад, правильно? Да. До овцы, да. Хаим, хаим в смысле живой. То есть живым будет найдено животное, которое он украл. То тогда что? Шнайм и шалэм. Шнайм это два. Да. А и шалэм? Ла шалэм, что это? Я не помню. Ну, вы в Штатах должны знать это слово. Заплатит. Значит, он заплатит войну. А заплатит? А, ну да. Конечно, заплатит, да. То есть украл он осла, и этот осёл у него обнаружен живым. Вот, не то, что он сам признался, совесть замучила. Шакал, я паршин и всё ворую, ворую. Вот, а, значит, пойман буква практически с поличным. Он должен что? Вернуть двух ослов. Вот так. Так, прелестно. Теперь Иван у меня на очереди, да? Далее. И, ИВР, ИЖ, САДЭМ, ОХРЫМ, ВИШИЛАХ, ЭТЬ, ВИРО, УВИР, ВИСДЭМ, АХРЫ, МИЮТАВ, САДЭУМ, УМИЮТАВ, ХРЫМО, ИЩДЭМ. Точка. Спасибо, правильно, да. Значит, слово ИВР стоит объяснить, да? Да. Да, да. Значит, БОЭР – это буквально гореть пламенем. Пламенем пылая. Видишь, музыка идёт там, где шли траваи. Но здесь имеется в виду поджог. Значит, сейчас тут надо будет пояснить смысл. Но давайте так. КИ-ИВ-ЭР-ИШ. Если подожжёт человек... Дальше переводите, Иван. Поле или виноградник. Совершенно верно. Да. ВЕ-ШИЛАХ. Отпусти. ШИЛАХ в данном случае как пошлёт. Да, что БИ-А-РО имеется в виду поджог его. У-ВИ-ЭР. И подожжёт БИ-СДЭ-АХЭР. Как вы это понимаете? Другое поле. Или другое поле, или поле другого человека. И в этом случае что? МЕ-ТАВ-САДЭГУ. От слова ТОВ. Из лучшего... Из лучшего поля. Поля его. Из лучшего виноградника заплатит. Должен заплатить. Да, верно. Смысл есть в том, что некий человек хотел освободить своё поле от... Не помню, как это называется. Ну, торчащие стебли, которые не представляют никакой ценности и должны быть уничтожены. Или там остатки какой-то соломы. Он это делает самым простым образом. Он поджигает своё поле. И огонь перекинулся, что называется, на соседнее поле, принадлежащее другому человеку. И... А вот там был урожай. И вот он, значит, нанёс некоторый ущерб. Да? Этот ущерб по закону он должен заплатить каким образом? Значит, понятно, что оценивается его... величина ущерба. Но заплатить он должен из лучшего, что у него есть. То есть пусть это будет небольшой участок своего поля, своего самого лучшего поля, нежели большой участок плохонького своего поля. Вот что здесь имеется в виду. Спасибо, Иван. Всё правильно. Так. Хей. Да? Да-да-да. Вопрос. Хотел спросить, я не очень понял. Тут слово... Тут из лучшего поля написано, из лучшего корма. Что такое корма, из лучшего... Кэрэн. Кэрэн. Вот зелёный выделено. Кэрэн – виноградник. А, это виноградник. То есть из лучшего поля и из лучшего виноградника. Если он живёт в чужой виноградник, он платит своего виноградника. И, соответственно, да-да. Да. Так. Сейчас у меня Тимофей на очереди. Так. А потом я передам Владимиру, да? Тимофей, тут... Гэй, да? Окей. Гэй. Да. Прошу вас. Одно секундочку. Получилось, вы прочитали? Прочитали, переводим? Да, да. Извините. Значит, если выйдет огонь, и мац-а у мац-а и найдёт... Да, получается так. Вот здесь у нас... Поскольку я щас-а урода, да. Слово коцым – это колючки. То есть, ну, как пример того, что быстро возгорается. И сильно. Да. Венэйхаль и поезд. Сноп. Годишь – это сноп, да. И будет скушен буквально. То есть, скушен. Сгорит быстро. Сноп. Да? Сноп. Или а-ка-ма. Сток какой-то. Да, очевидно так, да. А покажите, где вы что-то приседали. Послук «гэй». Да, продолжаем. Да. А-с-а-де или поле. Шалем е-шалем. Платить – заплатит. Ир – поджигатель. Да. Эт-гамб эра. Свой поджог. Суто возмещение. Да, да, да. Имеется ввиду. Заплатит. Оплатит. Свой поджог оплатит ущерб, который он нанес. Да, совершенно верно. У нас появилась Людмила. Рад ее приветствовать. Так, наверное, Владимир. Да, мы попросим. Да, Вав. Я что-то не вижу у вас в списке. А, я здесь, здесь. Да, да, да. Прошу вас. Где не самых. То есть, а, Вав. Вав, да. Ти, я тен, Иш, Аль, Реу, Кесов, О, Келим, Лешмор, Вега, Ганэ, Гунав. Вегунав, Мэбайт, Аиш, Им, Ямаце, Аганэ, Аганэ, Аганав, Аганав, Ишалэм, Шнаэм. Да, верно. Так. А в предыдущем еще скажите, он скушал виноградик или он поджег поджигатель? Вы сказали, там скушал. Он поджег, конечно. Если разгорается, это... А, просто огонь скушал, понятно. Огонь скушал. Да, это обычное слово, что сгорел, это используется слово, как скушал, да. А был скушал, да. Гадиш. Гадиш – это снов. Да. Гакама – это слово легакин, наверное, да, то есть поставить – это скирда, наверное, что-то такое. Не силен в сельском хозяйстве. Так. Так. Пожалуйста, Вау, Владимир. Начинайте. Ага. Значит... Ки-тен-иш. И даст человек... Эль-ре-э-гу. Обычно переводят ближнему своим. Ре-гу. Ближнему, да? Да. Ре-гу. Не коруф, в данном случае ржа-жа-жа. Это старый еврейс или это... Нет, это как ря-ха-камоха. Не используется без... Вместо именного суффикса. У нас просто это встречалось часто, поэтому я не стал выделять. Ну, понял. Так. Значит, даст ближнему денег или кэлим. Сосуды. Сосуды, посуду, да, что-то. Сосуды. Да. Литмор. Что? Охранять. Да, то есть даст, чтобы тот хранил, да. Вгунав. Обратите внимание на огласовку диагонально три точки. Три точки. Это намек на пассивный залог, да? И... На что? На что замек вы сказали? Пассивный залог было украдено. А, пассивный, да, был украден. Да, да, да. Правильно. Был украден из дома человека. Если найдет вора... Будет найден. Будет найден. А если будет найден вор, заплатит дважды. Дважды, да. То есть двойную цену. Да. Совершенно верно. Владимир. Очень, очень хорошо. Так. Прекрасно. Ну вот, пришла очередь Людмилы. Она вовремя появилась. Так. Прошу вас. Буква Зайн. Немного. Им отце хаганав ве никраф бааль хабайт в эль хаэллоким. Здесь можем читать, как написано эллоким. Да. Я объясню, почему. Им ло шалах ядо бимлехат рээгу. Да, верно. Рээгу. Да, да, да. Спасибо. Да, да. Переводим. Где это Зайн-то я уже... Зайн. Выше. Если не найдет вор... Не будет найден вор. Да. Не найдется вор, не будет найден. И... Никарав. Будет приближен, буквально. И будет приближен хозяин дома к Всевышнему. И вот здесь слово эллогим переводится как судьи. Просто по смыслу оно так переводится. Вот. И, значит, ну вопрос, почему одно и то же слово, почему именно это слово использовано, почему не сказано, что в тиме Дайнинг. Ну, мы его рассматривать не будем. Просто замечу, что существует такая книжечка Тикун Софрим, в которой пользуются переписчики свитка Торы. Можно переписывать со свитка, а можно вот с этой книжечки Тикун. И, значит, чем она удобнее свитка, в частности, тем, что там отмечено выделено, вот как у меня выделено зеленым, там определенным подчеркиванием выделено, где это слово является именем Всевышнего, так? И в тени мы читаем эллогим, если мы, конечно, не изучаем Тору, так? Не читаем ее, скажем, в Миньяне. А где имеется в виду, например, эллогим ахарим, как в Шма, то есть другие боди, другие духи, идолы и так далее, или эллогим ахарим, да? Почему это важно? При написании должен переписчик внимательно сосредоточиться, когда он пишет именно имя Всевышнего. А вот здесь это слово не является именем Всевышнего. Так? Получается, это когда приведут хозяина дома к судьям. Да. Им ложь Аллах ядо. Если не пошлет... Не послал руку его, да? Значит, слово... Бемелехет от слова мелаха. Но в данном случае это не работа, не действие, а имущество. Имущество ближнего своего. Да, спасибо, Людмила. Я напоминаю. Значит, некто Вася дал некому Пете какую-то вещь на хранение, наверное, потому что собирался съездить в Умань, и дома никого не оставалось, а вернувшись, просит ее отдать. Пете говорят, а ты знаешь, меня обворовали, украли много моих вещей, и захватили заодно и твою вещь. Вот пойди, скажи, что это так. Если вор будет найден, и у него будет найдена вот эта Васина вещь, украденная из Петиного дома, да, то вор, естественно, платит. Платит кому? Васе платит двойную цену, да? Но если вор не будет найден, есть некое подозрение, уж по крайней мере, Петя мог так сделать, да, сказать, что у меня украли, все. Ибо есть несколько категорий, вот зависит от того, что, например, платил ли Вася Петя за хранение этой вещи, да, разрешал ли он пользоваться этой вещью, нужна ли она самому Пете и так далее, да. Вот в зависимости от всего этого есть ситуация, когда, значит, когда Петя свободен от штрафа, но Петя должен поклясться, что действительно так оно и было, вещь у него украдена, да. Для этого его приводят в суд, и он должен вот перед Элогим, что значит перед судьями, дать клятву. Я немножко... Павел это... Так, немножко отвлекся в сторону смысла. Пазим, Людмила. Так, я весь список вижу. Значит, так, я как раз хотел передать микрофон Натану, а он ушел. Ну ладно, тогда я читаю. Это... Вот, повезло мне с длинной фразой. По поводу каждой вещи, что такое пеша, это зло... Злоумышление, злодейство, злоумышление. В общем, о каждом случае злодейства. Про быка, про осла, про овцу, про вот это слово салма я выделил. Запомните его, здесь означает одежда, верхняя одежда. По поводу каждой, а веда, это пропажа. Алиф, бет, далет, это пропасть, исчезнуть. Спасайся несчастный, ты можешь пропасть. Вот, не путать, а аббат через айнс, это означает работать. Так вот, по поводу всякой пропажи. Ашер Йомар, про которую будет сказано, что он, вот он, вот она, вот, вот мы ее видим. До судей придет дело двух, имеется в виду людей, в нашем случае Васи и Пети. Петя говорит, у меня украли вещь, которую Вася не дал на хранение, а Вася, может, в этом немножко сомневается. Значит, слово «яршиу» от слова «раша», то есть грешник. Кого огрешат, то есть объявят грешников, объявят виновным, обвинят. Элогим, опять же, это судьи. Ешалэм шнаим на рейгу заплатит бойную цену ближнему своему. То есть судьи должны разобраться, правду ли говорит Петя, вот, а уж как они будут разбираться? Все довольно подробно расписано в Талмуде. Так, спасибо. Натан, нет, Натана не видно. Хорошо, тогда попросим Анну Тет. Да. Да. Так. Ки итэн иш эль рейгу хамор о шор о се о холь а гэма а бэгэма лешмор умэт о нишбар о нишба эйн роэ. Так, если не закончено. Не закончено, там продолжение будет дальше. Да, верно. Если даст человек ближнему своему осла или быка или овцу, или какую-то другую скотину на хранение, и умрет, и умрет, или как бы испортится, сломается. Сломается, да. Сломается, да. Или похищено будет. Или будет похищено, совершенно верно. Нет, и нет зрителя, очевидно, нет. Нет зрителя, совершенно верно, да. Вот это слово нишба, да, скажу, от слова шеви. Ну, взять в плен кого-то. Есть выражение тинокши нишба. Ну, да. То есть человек, не получивший, еврей, не получивший должного образования, потому что он не имел к нему доступа. Он уподоблен человеку, ребенком украденному из еврейской семьи и воспитанному, как это было, еще они украли молодую молдаванку, да, посадили на полянку, воспитали как цыганку. Да. И вот по поводу вот этого слова нишба, как это можно сказать относительно, ну, скажем, осла, что значит, если он сломан. Я напомню вам... Захромал там, захромал там, или что с ним там случилось. Да, да. Заболел, как там, непринеслесный случай. Пятачок, куда ты стреляешь? Пчел, конечно, стреляй в шарик. Но если я выстрелю в шарик, он испортится. А если ты не выстрелишь в шарик, тогда испортюсь я. Так, спасибо, спасибо, Анна. Все было очень мило. Так, Светлана у нас теперь на очереди, да? Шилуат Адонай Тихье Бейн Шнегем Имло Шнегем Имло Шнегем Имло Шнегем Имло Шнегем Имло Шнегем. Ядо Бимлей Хет Реегу Велак Ках Бея Лав Велак Йешалем. О, замечательно, да? Все правильно. Шву А. Помните, что это? Нет. Клятва, клятва. Как Беер Шева, это не колодец семи. Учку Дук, семь колодцев. А что? Колодец клятвы, да? Шву Ад Гашем, то есть клятва именем Всевышнего. Тихье Бейн Шнегем, правда? Будет. Будет. Бейн Шнегем. Бейн, это... Между. А, между. Ну, вы переводите, я слушаю. Да, ну, вы, что ты плакал. Знаю, вы, что скромность, мы ее очень ценим, да? Бейн Шнейхем. Между двумя. Между двумя. Так. Так, им ло шалах едо. В данном случае мы переведем так. Не послал ли он руку бе мэлехет рэгу. Помните, было слово мэлехет, чуть выше зеленым. Мы это перевели как собственность. А рэгу – это ближний его. Так, Светлана. Ну, вы давайте, пожалуйста. А вы будете писать, да? А я – да. Я сих портаю. Хорошо. Так, генеральный я даже сказал. Да, и возьмет его хозяин и не заплатит. Если действительно Петя прав, Петя не лжет, и у него эту вещь похитили, и он готов поклясться и суд это увидит, то Петя свободен от оплаты. Ну, опять же, зависит от определенных обстоятельств. Так. Белый шалим. Так. Чудесно. Кто у нас дальше? Иван. Иван у нас дальше. Иван. Попросим Ивана, да? Прошу вас. Юим, Гану, Иганех, Миимо, Ишалим, Лива, Алаба. Так. Переводите. А если украдено? Да. Ми, Имо – это как бы от него. То есть, Имо – это с ним, а Ми, Имо – от с ним. То есть, у Пети это украдено. Ишалим, Лива, Алаба. Переводите. Он может заплатить. Да, да, да. Кому? Он может заплатить. Завдить. И его хозяину. Хозяину, да. Да, совершенно верно. Здесь противоречие вроде бы, да? Сосматриваются два случая. Если Вася просто попросил Петю, да? Посторожи, пока я там схожу в лесок. Вот. И у него украде. Это называется шомерхинам. Если говорит он, вот тебе можешь пока пользоваться. Или, например, говорит он, там, скажем, я плачу тебе, чтобы эта вещь была сохранена. А ее украли, значит, тогда определенный риск, да? Петя берет на себя, если у него это украли. Даже если никто не сомневается, что действительно украли. Вот, все равно Петя должен платить. Он же обязался и получил за это плату. Вот. Спасибо. Так. Юд, Бет, наверное, Тимофей, да? Да. Переводим. Если будет растерзано и доставят свидетельство, Явей, вот, наверное, Легави, да? Да. Да. Угу. Да. Акайфа ло и шалем. Значит, за трефное, за растерзанное не будет платить. Да. Не заплатят. Да. Угу. Ну, это обычная ситуация, да. Скажем, пастух собирает стадо со всех дворов, да? А потом приводит его, соответственно, на место, да? И он, значит, какой-то там овечке недосчитывается, да? Если есть свидетели, что ее действительно растерзали хищники, что же делать? Ну, под вопросом, на самом деле, какова ответственность пастуха. Но считается, что пастух не в состоянии за всеми овцами. Уследейся, в отличие от Всевышнего, который пасты всего человечества. Да, спасибо, спасибо. Так, Юд, Гиммел, Людмила, Людмила, Людмила у нас теперь. Давайте Людмила, да. Потом мы передаем Владимиру. Анна, Владимир у нас же тебе сегодня еще, не знаю, был ли. Читать? Давайте Людмила, а потом Владимир, да. Да, да, да. А можно чуть повыше, а то там уже дальше? Анна, перейдите, пожалуйста, текст. Секундочку, да, сейчас, секундочку. Так, сколько там надо? Ну, вот так. Нормально, нормально, да? Да, так, нормально. Какой у меня был, 15? Так, Юд, Гиммель, да, по-моему? Так, Юд, Гиммел, ты нас. Вехи, Ишаль, Ишме, Им, Реегу, Венишбар, Омет, Бе, Аллаф, Эйн, Имо, Шалем, Йешалем. Йешалем, да. И так. И если. Ишаль будет попрошен. То есть он попросил, один у другого попросил. Если попросит человек от у своего друга и разобьет или сломается, сломается или умрет. Ба-Аллаф, Эйна, Имо. То есть хозяин нет с ним вместе. Как это понять? Хозяин... Сейчас я объясню. Сначала переведем. Хозяин его не с ним. Да, да, заплатит платы. Обязательно заплатит, да. Петя одолжил у Васи, ну, допустим, молоток. И возвращает молоток сломанным. Да. Что там случилось? Что он делал этим молотком? Может быть, в ухе ковырял. Может быть, орехи разбивал, арахис, допустим. Но в любом случае он молоток сломал. Если хозяин, то есть Вася, это не видел, то Петя должен заплатить. Да? А почему это так важно? Спасибо, Людмила. Это мы прочитаем в следующей фразе. И сделает это у нас, наверное, Владимир, да? Да. Да, прошу вас. Поближе к микрофону, пожалуйста. Слабенько, как-то надо погромче. Очень тихо Вас слышно. Почему так? Попробуйте поближе к микрофону, может быть, далековато. Вроде очень близко, а сейчас как? Может быть, чуть получше. Может быть, звук, может быть, можно прибавить звук. Там, в принципе, динамики можно увеличить. Звук в компьютере. Большой, вроде, максов стоит. Сейчас. А, вот. У меня что-то иногда было тихо. Да, этого было нормально слышно. Сейчас что-то. Да, первый раз было слышно нормально. Да, первый раз нормально было слышно. Значит, если хозяин его не заплатит... Сейчас, минуточку. Нет, почему? Ага. Если хозяин с ним, да, не заплатит. А с ним? А с кем с ним? С молотком. Если Вася отдал Пете молоток и пришел смотреть, что Петя будет этим молотком делать. Да? И видишь, что Петя работает стандартно, забивает гвозди. И вдруг молоток сломался. Очевидно, он точно так же бы сломался, если бы им пользовался его хозяин, Вася. Да? То есть, виноват не Петя, а виноват, очевидно, молоток. Значит, тогда ловишь он им. Тогда Петя не виновен, он не платит, да? Теперь им сахир. Совершенно ничего не слышно, простите. Если хозяин с ним, правильно? Да, имо – это значит с ним. С этим человеком, да? Да, да, да. Которого молоток в руках. У которого молоток. Это может быть, например, бык. Так. Теперь им сахиргу. Сахир – это наемный рабочий. Наемный работник. Так. Ба-би-с-харо. Буквально приходит в его наеме. Вот что это значит. Надо смотреть по переводу и по комментариям. Ну, рассматривать. Я думаю, что это включено в его плату на наемник. Видимо, когда хозяин нанимает работника, он учитывает то, что может там что-то испортить. Он может что-то испортить там. Да, да, да. Наоборот. Или наоборот, в плату наемника. Может быть, у него удерживают изклады каким-то образом. Что-то, если он сейчас поломает. Вот что-то такое. Я читала комментарии, а чуть не помню. В любом случае, мы не должны там строить предположения. Все это Талут рассматривает достаточно подробно. Так. Да, спасибо. Кто у нас дальше? Кто у нас читает? Теперь вы. Теперь вы сами должны читать. Теперь я читаю. Вот какой интересный мне момент достался. Значит, Я прошу вас подумать, где мы встречали еще этот корень? Не слышу вас, к сожалению. Там фата. Фата. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Пей тав али. Так. Это тет вав. Тет вав, да. Там идет, сейчас, тут идет запалдеть о соблазнении. Да, да. Если соблазнит, если обольстит, и вот этот корень в другой форме, мы встречаем пен ефте левав хэм. А, если ваши сердца соблазнит человек, то есть мужчина, девицу, бетулан, которая не ороса, которая не обручена. Да. Обратите внимание, что однокоренное слово ирусин, которое принято писать через самых, да. И множественное число обычно используется в такой форме арамеистической, потому что так называется один из трактатов Талмуда. Ирусин, обручение. Да. Тем не менее, это тот же корень, да, которая, значит, девицу, которая не обручена, вешахав имма, и ляжет с нею. Понятно, с какой целью. Значит, вот слово махор я не нашел в словаре, собственно, я не особенно искал, потому что текст дает интересное такое объяснение. Веном приобретет, да. Что это значит, я вам сказать не могу. Я это слово не использую. Но смысл в чем, что эта девица станет ему женою, да. Вот магор и емагарена, однократные слова, да, станет ему женой за что? За вот это вот его действие, да, вот такого. Имеется в виду, что он просто даст выкуп ее отцу и возьмет ее себе в жену, вот этот махар. Кстати, в арабском языке слово махар есть, которое тоже обозначает невесту. И это такая тоже религиозному обряду обручение включает в себя вот эту плату. Соответственно, значит, соответственно, дает плату отцу, и он обязан взять ее в жену, и более того, он не имеет права с ней потом развестись во веки веков, если он как-то поступил с ней некрасиво. Хорош. Ну, это уже имеется в виду. Я сообразил русское слово, кстати, я помню, махарыч. Надо посмотреть, может быть, да, может быть, кстати. Тот-то близкий, да. Ну, если да, то считайте это моим открытием, прямо вот, Афенплац. Так, Батар. Владимир, если вы что-то говорите, но мы вас не слышим, лучше пишите. А, хорошо, я напишу сейчас. Да, да, да. Напишите, ответим мы вам устно. Спасибо. Наталья, поскольку я тебя вижу, может быть, ты прочитаешь нам, например, ну, чего у нас сейчас? Вот следующую, да? Тетзайн. Можно? Какой посылок? Тетзайн. А если отец отказом откажется, Латита, давая ей... Дать ее, то есть передать. Да, давая ее, то кэсов и школь. Да-да, значит, отвесят деньги, секрет, то бишь, взвесят. Да, кэмуар. Тот самый махарыч, это, по-моему, называется. Да. Правильно называется? Абэтулот. Дословно ее детственность, ее девичество. То есть, как бы, отдавание ее обжженной. Такая. То есть, есть определенная фиксированная сумма, да? Да. Которая, так и называется, махар Абэтулот, да? Да. Два верблюда, например, можно уже ценить, да? Да? Обычно так было? Ну, хорошо. Когда были в Негиве, там бедуины пытались, нашу дочку, что-то такое тоже ей шло. Мы тебе верблюдов дали. Ну, может, они со смехом говорили, да? Да. Я им сказал, что два верблюда, это мало вообще, да? Да мало, мало. Мало. Ну, смотрите, на верблюдах бедуины неплохо дорабатывают, скажем, с фотографированием. Но, правда, дочь тоже бывает полезна. Окей. Так, прекрасно, спасибо. Так, чего теперь? Я, наверное, да? Ага, я. А, нет, теперь вы. Я. А вы уже были, между прочим. Я был. Ага. Так, ага. Тогда что, Светлана? Не отменивай. Братья, а меня как забыли, так ничего. А, ну, так, что же я. Так. Ну, давайте вас, Юдзай. Ну, ладно, кто хочет, ну, ладно, хорошо. Маленький кусочек совсем. Угу. Так. Махашефало ие. Техае. 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 Так. Махашефа. Ну, тут все у нас все. Ну, в колдунии выражения не оставляют живых. Да, да, да. Вот такая история. Давайте, Анечка, еще продолжите там чуть-чуть. Давайте, Анечка, еще. Это добрый, добрый. Что он пожалеет? Никто их не пожалеет. Вот Свет пожалел. Так. Ну, ничего, мы можем указать тем же. Угу. Так. Коля. Что-то какие-то тексты такие, не очень. Коль шо-хэф им бхима, мот ю мат. Не очень текст, конечно. Всякий ложащийся животным, ну, как бы будет предан смерти. Будет предан смерти, да. Угу. Да. Была такая статья в Советском кодексе. Так. А серьезно? Я слышал, да. Окей. Называлось «Скаталожество». Ну, вообще, за гомосексуализм, по-моему, 15 лет было. Это как бы... Как писал Давлатов. А за геморрою вас не сражают? Геморрою нет. То окей. Ну, хорошо. Оставим наши шутки. Мы с вами начинаем дальше. Мы далеко можем зайти с ними. Так. Ну да. Спасибо. Так. Светлана, ну, тогда давайте следующее. Ютет. Я думала, там точки. Нету. Ага. Сейчас я покажу вам, почему «о». Да. На мой взгляд. Ну, точки. Сейчас, сейчас. Дочитайте. Я-хо... Я-хо-ра-ма. Да. Я что-то это слово не выделил, а вот это вот было бы интересно. Значит, я попрошу. Да. Я-хо-ра-ма. Да. Так. А, конечно. Все, понял. Что это? Помните? Нет. Резать жертвы. То есть тот, кто резает жертвы, ла-э-ло-гим, то есть богам, другим. Так. Что с ним должно случиться? Йо-хо-рам. От слова хэрэм. Будет предан отлучению. Да. Так. Хэрэм, знаете, да? Как известная личность, да? Билти ла-шэм, кроме как богу левадо, только ему, единственному. Так. Теперь, почему мы так читаем это слово? Под буквой хэт стоит огласовка, которая называется хатавкамац. Да. По грамматике здесь должна стоять шва. Но поскольку на этом месте стоит гортанная, которую шва не принимает, вместо шва появляется некий ультракраткий. В данном случае краткий камаз, который сам при себе звучит о. Это огласовка не слогообразующая. Поэтому в этом слове не три слова, а два. И получается, что первый слог йо-хо, он закрытый, в закрытом слоге, безударный, да? Тоже должна быть краткой. Значит, этот камаз, который стоит вот буквой ю, это краткий камаз. То есть это недолгое а, а краткое о. Йо-хо-рам. Вот такая логика. Там у Владимира вопрос. Да, я вижу вопрос. Да, да, да. Значит, так, 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 так. Да, вроде бы все правильно. Значит, тут некоторая странность вот с этим. Шин, извините, син и самех иногда заменяются, чередуются, да? Шин и син никогда не чередуются. А вот здесь происходит, что син чередуется с самехом. Шин с самехом. Тем не менее, известно, что это тот же корень. Почему это так? Может быть, кто-то сильно шепелябил. Так, благодарю вас. Теперь у нас на очереди кто? Людмила, извините. Иван, да, да, да. Иван, да, прошу. Вегер, вегер, ло, тоне, было, тейло, их оцену, кейгерим, и тем, берет, сметраем. Угу, 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 так. Вышивцы, не прикресняй. Так. Тонная дать свитер. Да. И что? Лахац – это прижимать. Лахац – давление. И не дави, не прижимай. Иван, да. Вы были пришельцами в Египте. Да, 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 да. Сами вы должны это понимать. Да, спасибо, Иван. Все правильно. Так, Симофей Каф-Алиф, прошу. Каф-Алиф. Коль Аль-Мана, Вдова, Ле Та-Нун. Всякую вдову и сироту не обижай. Да, да, спасибо, правильно. Та-А-Нун от слова – это тот же корень, что он при слове Та-А-Нит. То есть Та-А-Нит – это по смыслу не пост, а как бы притеснение себя. Вот, здесь почему выделена Алмана, Вдова и Том, простите, забыл, сирота, да? Потому что за них некому постоять. Тот же корень, что в предыдущем у нас был Тоне. Нет, Тоне там без Айна. Вот, то, что в зеленом вы имеете в виду, в том-то и дело, что тут только созвучие. Странно, похоже вроде. Похоже звучит, правда, правда. Не, ну по смыслу похоже вроде, притеснение себя, обожать там, страдать бедный человек. Я вспомнил, в одной песенке было «Зря, сирот, не обижай, береги патроны». Так, Каф, Бет, наверное, Людмила, да? Нет, Тимофей у нас еще должен быть. Тимофей прочитал. Да. Не замечательно прочитал. Просто на коротенькое, но мы не упустим. Каф, Бет, да, Людмила? Им она, те, ане, ото, ки им цаок, и цаок, элай, шамо, эшма, цаакто. Цаакто, верно. Цаакто. Да. Цаакто, да. Если, это притеснять или отвечать? Да, 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 да. Если притеснять, притеснишь, вот то, его, вот так. Тут не сказано, что будет, да? А это как бы предупреждение. Попробуй только притеснить. Да. Его. Ибо. Ибо в данном случае, да. Если криком закричит ко мне. Верно. Услыш, услышан. Я услышу, алифша. Да, услышу, обязательно. Я услышу. Нет, я вот это шамо сначала пыталась перевести. Амуа, эшма. То есть услышать, услышать. Слухом, слухом, услышать. Ну, это тоже усиление. Его крик. Да, крик его. Совершенно верно, да. Всех оков, просто говорится. Вдовы, лисератрии, техничных. Да. Да. Три глагола в этой фразе. И все три повторяются, каждый из них повторяется дважды. Для усиления действия. Как это переводить на русский язык? Я не знаю. Можно, конечно, сказать криком, кричит, слезьми, рыдает. Но смысл здесь именно в усилении. То обязательно услышу. Или закричит. Криком закричит вполне было в таком стороне. Да, наверное, красиво. Как смерть и умрет вполне. Очень даже. А с надеейся молчит, ухмыляется. Так, прошу вас. Как? Наверное, я. Так, прошу вас. Как вы помните. Как вы помните, да? Страшные истории. Так. Прошу вас. У нас Владимир и не прочитал. Владимир, прошу вас. Да, вы просто вне рамки, извините. Владимир, прошу вас. Что такое Неших? Еще расскажите только. Какое слово? Неших. Последнее слово. Неших. А, последнее слово. Последнее. Так. Сейчас, минуточку. Это... Не-не-не. Владимир спрашивает про свою фразу. Давайте вы сначала ее прочитайте, и я потом объясню. Все, блин. А, вы одну пропустили. Ну, ладно, мы пропустили. Вы пропустили. Вы пропустили. Кавдалет. Кавдалет. Переводите, я помогу. Если деньги... Это имеется в виду одолжить. Да, народу моему, да. Так. Нет, нет, они... Глаза. А, это глаза и найди. Сейчас, одну минуточку. Не-не-не, не верно. Нет, бедного сужаешь сужать деньгами. Это бедного. Это бедняк, да. Это бедняк, да. Это бедняк, да. Бедного. И мах с тобой, то есть бедняка вместе с тобой, да. Ло-ти-ге-ло. Не будет... Не будет ему... Не будь... Не ты не будешь ему... Ка-но-се. Но... А, извините, ноше. Ноше – это кредитор. Тот, кто отложивает деньги, да, он получает над этим человеком власть. Он может потребовать деньги обратно, даже когда их нет. И обычно так оно и происходит. Так. Ло-те-симун от слова ласим. Не положи на него. Нэ-шех – это... Нэ-шех – это ростовщический процент. Это слово сейчас считается архаичным. Да. Процент – это ахуз, да. А процент банковский называется словом рыбит. От слова какого? От слова harby. От слова lerабот – увеличивать. Но правильное слово – вот оно. Нэ-шех. Да. Итак, что мы получили? Значит, если ты одолжил деньги другому человеку, бедняку, да, то не пользуйся своей властью над ним, да. Да. И не возлагай на него процент. Так. Спасибо. Каф. Эй. Ну, поскольку я уже прочитал, да. Передадим Анне, да. Анна, ваше очередь. Так. А вы же не читали. Ну, что вы читали? Не читал? Ну, давайте я прочитаю. Или читаю. Перед заводителем прочитать. Вы прочитали, да. А, читал, читал, читал. Точно помню. Читал. С уважением. Красиво читал. Так что, Анна, не отнякивайтесь. Кафри. Так. Им. Им. Хаволь. Тахболь. Да. Сальмат. Рээга. Адбо. Ашэмеш. Тэшэвэну. Ло. Ну, тут говорится, что если возьмешь в залог, возьмешь одежду своего ближнего, до захода солнца верни ему. Угу. Угу. Совершенно верно. Что это значит, мы сейчас чуть позже успеем разобрать, я надеюсь, хотя мы уже в свое время прошли. Значит, здесь есть в залог. В залог. Обратите внимание на слово салма. Да. Это одежда. И есть аналогичное слово симла. Оно в следующей фразе нам встретится. Так. Значит, здесь смысл в том, что срок прошел, деньги он вернуть не может. Ты имеешь право брать у него одежду. Но каким образом? Ты должен на ночь ему эту одежду возвращать, а утром снова забирать. Таким образом ты, конечно, воздействуешь на него, да. Но, тем не менее, без жестокости. Ибо ночью он своей одеждой может пользоваться. А почему именно ночью? Сейчас мы это увидим. Попросим Светлану прочитать кофаву. Светлану прочитать кофаву. На муте, виновнике, виновнике, виновнике. Да, верно. Слышимость была хорошая? Да, что-то у вас действительно хуже слышно, да? Переводите, мне лучше молчать. Да нет, это, конечно, не лучше. Сейчас я попрошу. Сейчас я посмотрю. Потому что она кэсуто. Кэсут – это покрытие. Ле вода – единственное. Это единственное его покрытие. Она симлато, она одежда его. Ле оро. Для кожи его. На чем он будет спать, лежать, да? И будет, если возобьет ко мне, и услышу я, потому что милостив, милосерден я, говорит Всевышний. То есть не обретай на мучение бедняка, оставляя его ночью без покрымала, потому что это единственная одежда его. Как правило, ночью он ей закрывается. Ну, чтобы побыстрее закончить, так, я попрошу, Анна, передвиньте до конца. Так, и тут чуть-чуть осталось. Угу, 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 угу. Так. Давайте я прочитаю. Так. Кафт зай. Элухим лот и калель. Венаси беамха. Ло та ор. Элухим – это снова судьи. Судей не проклинай. И носи современного значения президент. Здесь имеется в виду вельмужа. В народе твоем не проклинай. Ле калель и ор – это два слова с одинаковым значением. Дальше. Меле а те ха, в дима аха, ло те ахер, бехор бане ха ти тен ли. Здесь имеется в виду два приношения. Одно приношение, насколько я помню. Ну, сейчас я посмотрю. Значит, первый плоды, первинки. А другое – это мудрецы объяснили, что это трума. Но Раши честно пишет. Я не знаю, как слово дима аха. В общем-то, этот корень означает плач. А зо рим бе дим ба дима аха. Ба рина и к цоу, как вы помните. Почему оно здесь в значении трума. Значит, с этими приношениями, что не опаздывай. Первенца сыновей твоих отдавай мне. Либо его, как вы знаете, выкупают. Дальше. Кэн та асе лешорха, лецоннеха, шив ад ем ним и е им имо, бэйом гашвини, титно ли. Так поступай с твоим быком, с твоими овцами. Семь дней будет с матерью его. В день восьмой Передадут его мне. Вэ ан шей кодэш теги юн ли. У васа, васа де трэйфа. Лото хэлу. Лакэ лэв тэшлихум о то. И людьми святыми будьте мне. И мясо в поле растерзанного. Имеется ввиду, скажем, овечку, растерзанную хищником. Не кушайте собаке, а отдавайте, посылайте, бросайте его. Это мясо. Вот мы прочитали 22 параграф. Всем большое спасибо. Пожалуйста, вопросы. Так. Пожелаем здоровья всем заболевшим, в том числе мне. Вот. И я так думаю, что и моей маме. И дай Бог нам всем вылечиться, и чтобы скорее это безобразие кончилось. Пошла, мам. Окей. Пошла, мам. Здоровья, здоровья, здоровья. Промо. Небольшое промо. Через полчаса желающие могут разобрать очень интересную статью про Юнатана Болларда, который сидел 30 лет в американской тюрьме. И сейчас раскрываются очень интересные данные о том, как вообще была вся эта история, его связь с теми, кто его задействовал и так дальше. О, как интересно. Буквально месяц назад встретил его около Машбера. Что ты говоришь? Да, 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 даже сфотографировал. Но не стал к нему обращаться, потому что уже кто-то начал чем-то раз попрашивать. Ну, понятно, да. Это очень потрясающая история, потрясающая история. Я подписался в Айнете на Вайнет Премиум, и там очень интересные статьи. Окей? Желающие, пожалуйста, с удовольствием будем разбираться. Окей? Ну, хорошо. Всем счастливо. Пока. До новых встреч.